Здравствуйте! Вы на канале Семь Дачи. С вами Татьяна. Сегодня я сею на рассаду многими любимую ягоду. Это садовую землянику. Я буду сеять два вида. Это крупноплодная и мелкоплодная. Все сорта и гибриды ремонтанные. Только крупноплодная дает усы, то есть размножается усами. А мелкоплодная без усы размножается делением куста. В пачках с крупноплодной земляникой семян по 10 штучек. А в пачках с мелкоплодной земляникой семян 0,04 грамма. Но так как они очень мелкие, их много. Сеять я их буду по-разному. А как, я вам сейчас покажу. Сначала я буду сеять крупноплодную ремонтанную землянику. Для этого я использую питательный грунт для рассады. Я его заложила и уплотнила в контейнер. И перед посевом я его проливаю раствором фитоспорина. 1 столовая ложка разведенной пасты на 10 литров воды. Прежде чем раскладывать семена по поверхности грунта, чтобы их лучше было видно, как мы их разложим, я поверх грунта постелю обычную тонкую бумажную салфетку. Однослойную. Смачиваем из пульверизатора. Разделяем участки. У нас тут два сорта будет посажено. И теперь поверх салфетки выкладываем семена. Выкладываем семена влажной шпажкой. Также можно использовать и зубочистку. Ещё раз увлажняем и накрываем крышкой. Бумажная салфетка не будет препятствовать дальнейшему развитию кордевой системы садовой земляники, так как быстро растворится во влажной среде. А теперь приступим к посеву мелкоплодной садовой земляники. Как вы видите, семян здесь намного больше. Грунт я использую тот же питательный для рассады. И сейчас я буду сеять садовую землянику на снег. Землю проливать я ничем не буду. Талая вода является хорошим стимулятором для семян. Раскладываем снег равномерным слоем, приблизительно в 2 см. После того, как мы уложили снег, мы раскладываем по поверхности снега семена садовой земляники. Можно также воспользоваться шпажкой, а можно посеять семена точечным методом. Просто на подушечку пальца цепляем семена и рассыпаем по поверхности. Мы уже видим, где больше, где меньше. И рассыпаем равномерно. Контейнеры с сельницами накрываем пленкой или крышками и устанавливаем на нижнюю полку холодильника на 3-4 дня. После чего ставим на хорошо освещенное место на проращивание. При постоянной температуре приблизительно 20-22 градуса. Не давая пересыхать почве. В фазе 1-2 настоящих листьев пикируем горшочки и снижаем температуру до плюс 14-16 градусов. На этом всё. Подписывайтесь на канал 7дач. Задавайте вопросы в комментариях. Ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok